Девушки отдыхают Тот вопрос, который у меня был в голове изначально, когда я готовился к нашей сегодняшней беседе, это как ты попал к Сергею Лазареву, потому что я, естественно, посмотрел твой инстаграм, твой профиль ВКонтакте, я видел, что ты там работал, раньше играл в других коллективах, в том числе и рок-коллективах, метальщик играл, как попал? Ну, вообще-то, изначально, конечно, я вышел с тяжелой сцены, с металл-сцены, да, вот еще давным-давно играл в группе Харизма, затем с известным многим Сергеем Терентьевым играл в группе Артерия, вот, но потом как-то вот все-таки, ну, я понимал, что одним стилем ограничиваться не стоит, нужно развиваться, работать над собой, вот, и поступил в институт музыкальный, институт современного искусства, где уже стал заниматься другими стилями, джазом, да, и как бы и околоджазовыми историями. Плюс занимался с прекрасным педагогом Игорем Бойко, которым, именно, вот, я считаю, его, который мне в основном очень много полезного дал в плане гармонии современной, и классической тоже, и джазовой, ну, в общем, огромную базу. Потом как-то постепенно вот я стал, ну, соответственно, в общем-то, знакомства расширяются, да, попал в коллектив сопрано-турецкого, в котором я работал пять лет, и по общим знакомым, которые в том числе имели отношение к коллективу сопрано и одновременно к Сергею, вот, в общем-то, нет ничего сверхъестественного, не было никакого кастинга, просто по знакомствам попал в его коллектив, где я работаю два года уже. Ты начинал с рок-музыки, ну, понятно, да, все мы начинали с... Кстати, хорошая база, и вообще, изначально, я хочу сказать, что для работы на сцене, я считаю, отличной базой именно вот воспитания рок-музыки, то, что у меня вот отец с детства приучал к року 70-х годов, прямо то, что нужно. Потом уже сам ты, конечно, развиваешься, дорабатываешь, осваиваешь другие стили, но вот именно база у меня была крутая, именно в детстве. То есть начинал с рок-музыки, понятно, это все идет от наших увлечений, тяжелыми группами, и, естественно, когда мы начинаем играть на гитаре, мы думаем, ну, мы станем такими же крутыми, как Металлик, в всех этих рокерских проектах, А потом, ну, вот как бы раз, и ты пришел в поп-музыку, да, и вот нет такого ощущения, что ты где-то вот поступил со своими какими-то принципами, идеями, что вот, ну, вот не дожал, вот мог бы стать как Кирк Хэммит в Металлике, А играешь вот у артиста на поп-сцене. Да, я понял. Нет таких ощущений. Во-первых, ну, тем людям, которые, возможно, были на концертах Сергея Лазарева, им как бы стало понятно, что такое современная поп-музыка, да, То есть это не какая-то попса, которая там под фанеру, у нас живой звук, во-первых, вот, у нас разностилевые аранжировки, то есть мы играем от рока, в том числе, и где-то даже, ну, даже, возможно, тяжелого в каких-то моментах, до фанковых аранжировок и где-то джазовых. То есть, ну, это, как бы, современная музыка, в которой я могу реализоваться, ну, как исполнитель, по-всякому. Вот, поэтому в какой-то степени есть где-то свобода в импровизации, например. То, что касается моих соло, я их где-то додумываю, сам придумываю, и, ну, как бы, в этом вряд ли меня кто-то ограничивает. Вот. То, что касается аранжировок, да, у нас есть какие-то вот устоявшиеся аранжировки, которые неизменны в плане живого звука, то есть мы их сильно не меняем в живом исполнении. А то, что касается каких-то вот импровизационных вещей, да, там есть свобода. Вот. Поэтому есть где себя реализовать, показать, поэтому никаких таких ощущений, какого-то недо... Как ты меня как-то спросил? Недореализованности. Недореализованности нет. Плюс я, помимо всего прочего, занимаюсь еще инструментальным творчеством. Своим, где я могу уже добить то, что я, например, не доказал, я могу добить в своих песнях, в своих композициях. Ну, к этому, да, мы еще раз вернемся. Как раз ты вот сейчас сказал о аранжировках, о том, что у тебя там есть, ну, какая-то там свобода творчества, может быть. Вот, когда вы играете на сцене, да, там, концерты с Сергеем, насколько ты поставлен в такие очень жесткие рамки играть? То есть вот если ты играешь соло, то вот у тебя есть там твое соло, и ты должен вот нота в ноту его играть каждый раз одинаково. Ну, не дай бог там лишний бенд сделаешь. Или же все-таки вот ты основные части, где там есть вокал, да, там сыграл, а ну, с Олеги можно там что-нибудь навернуть. Ну, вот что касается основной части аранжировки, скорее, не соло, а то, что касается именно основы. Там, да, там у нас жестко, мы вряд ли будем куда-то выходить за рамки, потому что, ну, есть определенная схема, да, схема работы, и как бы вряд ли мы будем ее, точнее, мы ее будем, именно ее мы и будем придерживаться. А что касается соло, ну, есть, например, тема, там, где, ну, основная мелодия. Да, я играю, допустим, тему, я не буду там как-то уходить в дебри и что-то менять. А то, что касается бендов, ты вот спросил, такие нюансы вряд ли кто-то заметит. То есть, естественно, если я хочу сыграть бенд здесь такой, а, допустим, на следующем концерте вместо бенда сыграю слайд или что-то, это, ну, естественно, будет незаметно. Плюс то, что я уже говорил ранее по поводу импровизационных моментов, там уже есть свобода, да. То есть, ну, какие-то соло, как я уже говорил, соло продумываю я сам. Поэтому я могу на одном концерте где-то чуть-чуть сыграть по-другому. Ну, конечно, не переигрывать вообще по-своему как-то там, менять полностью соло, а где-то что-то подстроить, да, как можно. Ну, как бы полной свободы нет, и это очевидно, но, как бы, совсем такой вот ограниченности тоже нет. Вот, а теперь вернемся, да, к сольному творчеству, да, вот помимо работы с Лазаревым, там, какие-то еще сайт-проекты, может быть, студийная работа, сессионная работа? Ну, студийная работа у меня это не основная деятельность, извини, что я раньше, да, студийная это не основная, а, как бы, да, периодически приглашают в студии что-то записать, но это, как, скорее, второстепенно, то есть это не моя основная деятельность. Вот, а по поводу инструментального творчества, да, я вот, я занимаюсь своим, своим творчеством, ну, соответственно, выступаю как композитор, как аранжировщик и как исполнитель. Вот, и если ты дашь ссылочки на мой YouTube-канал, то люди могут увидеть и услышать мое творчество. Да, ну, это, естественно, не коммерческое, то есть, как бы, естественно, я все-таки вкладываюсь больше, ну, даже не больше, а, скорее, трачу на это дело, потому что сведение стоит денег, если, ну, если это дело качественно, грамотно, да, у, в общем, профессиональных людей. И студия стоит денег, то есть, видео, так вот, опять-таки, затраты на съемки видео. Но мне это интересно, потому что хочется делать свое, и я буду продолжать в этом же духе. Слушай, ну, вот ты еще, естественно, как все там артисты, да, ведешь Инстаграм, ведешь свою ленту ВКонтакте. Естественно, выкладываешь там какие-то фотографии, видеозаписи с концертов, саундчеков, и те гитаристы, которые на тебя подписаны, наверное, еще со времен, может быть, работы, там, Терентьева, да, которые слушают рок-музыку, вот, они тебе там что-то пишут, что, типа, вот, фу, ты там, теперь играешь попсу, теперь ты не играешь металл. Или как вот изменилось отношение твоих фолловеров, да, тех, кто на тебя подписан, с того момента, как ты начал очень активно играть у Лазарева? Откровенного негатива нет. То есть, по крайней мере, от коллег, ну, то есть, как, если, в любом случае, если ты говоришь по поводу гитаристов именно, то, естественно, никакого хейта нет, потому что, ну, как бы, гитаристы коллеги, то есть, они не могут относиться каким-то образом негативно, да, и тем более, к чему здесь, собственно говоря, к чему относиться негативно? А если мы говорим, ну, не о практикующих музыкантах, как-нибудь, да, вот, ну, там, аудитория диванных гитаристов, которые ходили на концерты артерии. Ну, если те, которые, если те люди, которые не понимают, что есть современная поп-музыка, что это не фонограмма и, грубо говоря, включил и, так сказать, поехали, то, может быть, есть такие, да. Да, это говорит об их непонимании того, что эта работа действительно серьезная и не менее ответственная, чем играть в живой группе, да, как, например, я это играл раньше, там, когда, 7 лет назад, то есть, ну, это шоу, это живой звук, это костюмы, это постановки, четкий тайминг работы, вот, аранжировка, которая создается, собственно говоря, нами же самими, да, там, живая аранжировка, поэтому это, ну, это странно, если такие вот есть люди, которые как-то не понимают или же негативно на это смотрят. На самом деле, чтобы людям это было проще и как-то более понятно, просто им нужно сходить на концерт один раз, на живой концерт, и, в общем-то, все встанет на свои места. Вот так вот, вот все гитаристы, которые сейчас нас смотрят и думают, что играть в поп-музыку в живом коллективе просто, вот, обязательно сходите на концерт Сережи Лазарева и посмотрите. Самое главное, что надо уметь играть разную музыку для того, чтобы играть в поп-коллективе, в нормальном, надо уметь играть в разных стилях, и это непросто, в общем-то. Те люди, которые себя, например, там, ограничивают, играют всю жизнь металл и ничего кроме, ну, им это непонятно. Ну, да, я, кстати говоря, слышал неоднократно среди там некоторых уважаемых блогеров, да, такое мнение, что, типа, вот, если ты вот метал-гитарист, вот, играй всю жизнь металл, вот, развивайся вот в этом ключе. Посмотрите, как играют на Западе, например, в Америке. Если есть чуваки, которые играют металл, они так же прекрасно, ну, может быть, чуть хуже, если они играют, допустим, всю жизнь металл, они так же хорошо разбираются в других стилях. У них нет такой вот ограниченности, вот, типа, вот, там, true и все. И они понимают, что если ты хочешь быть на коне, то надо уметь играть все. Ну, как бы, на самом деле это так. Окей. Ну, и вот сейчас сразу, да, раз уж мы говорим о играть все, да, хочу вопрос задать касаемо инструмента, да, вот, у тебя сейчас ты в руках фрамус, да, это твоя основная гитара, да, на которой ты работаешь, а помимо фрамуса у тебя есть еще инструмент, который ты используешь? Ну, да, ну, у меня есть Les Paul, значит, Gibson Les Paul старый стандарт 76-го года, у меня есть Fender стандарт тоже, 75-го, по-моему, и есть такой простенький DIN корейский, который у меня стоит для, скажем так, ну, то есть я его использую редко в работе, вот, но моим основным инструментом является фрамус вот уже год как, и, честно говоря, по всем параметрам устраивает меня, то есть даже иногда, ну, стоят у меня Gibson с Fender долго в кейсах, и я их оттуда не вынимаю. Ну, вот Gibson Fender, понятно, да, это инструменты такие абсолютно... Ну, по классике. Ну, мало того, что это классика, да, это все-таки полярные такие по звуку инструменты, то есть почему вот ты заменил одним инструментом сразу эти два? Ну, во-первых, Gibson и Fender звучат все-таки, как ты уже сам сказал, полярно, по-разному, и одновременно в себе вот сочетать два этих инструмента в одной гитаре, ну, это, наверное, было бы мечтой, да, то есть, ну, как бы вряд ли, а таскать две гитары с собой в туры, Это все-таки вряд ли. Вот. Вот в этом смысле Framus меня очень сильно устраивает, потому что гитара действительно универсальна по звуку, я могу, то есть, от такого кристального чистого звука, например, там, фанкового чёса, да, или переборов каких-то чистых, добиться также и жирного, жирного металля, ну, как, грубо говоря, рокового звука, да, в общем, тяжелой гитары, потому что, как я, ну, как уже я говорил, в концертной работе мы, в общем-то, играем разную музыку, и там нужно играть, уметь играть, и так, и так, собственно говоря, поэтому вот эта гитара меня устраивает в полной мере. Ты этот Framus, когда, ну, себе выбирал, да, ты же, наверное, его сравнивал с какими-то еще другими моделями, то есть, был какой-то вот критерий по выбору, что там, форма, там, количество звукоснимателей, или просто вот интуитивно, вот мое, и все. Количество звукоснимателей, для меня, для меня было важно, да, чтобы это было два хамбакера, то есть, все-таки, ну, да, в этом смысле, ну, так как здесь есть отсечка, да, так как она здесь есть, то есть возможность, если нужно, получить синглы, но вообще, конечно, изначально, да, не было критерий два хамбакера. Форма, да, ну, как бы форма ближе все-таки классическая, никакие там вот экстравагантные формы я не рассматривал, потому что все-таки, ну, я стою на сцене не в дедкор команде какой-нибудь, да, вот, ну, и как-то самому даже все-таки ближе, вот, потому что такие стандартные классические формы гитары. Модели сравнивал, да, несколько были, Диабло, я помню, сравнивал, потом такую же, такую же Пантеру, только не, не, Суприм, у меня, у меня называется модель Фрамос Пантера Суприм. Ну, это потому что у нее кленовый топ. Я же, я же сравнивал с обычной еще, еще, как называется, Фрамос Пантера, вот, честно говоря, есть разница, то есть, на тот вот момент, когда я послушал обе, в итоге выбрал эту. И по цвету она мне устроила тоже. Я не могу сказать, что там был вот огромный выбор, да, кстати, я же не сказал о том, что я ее брал непосредственно на заводе Фрамоса, Фрамос Парвик в городе Маркной Кирхен в Германии, это был год назад, вот, не было огромного количества выбора гитар в плане, то есть, ну, если, например, по-моему, по-моему, была только одна конкретно вот такая модель, такой расцветки, все остальные надо было делать под заказ. Собственно говоря, времени не было, я был в рамках тура с Сергеем по Германии, и в конце тура я вот на день заехал к ним в этот город, на их завод, вот, замечательно встретили меня там, и сняли видео, кстати, если хотите, посмотрите на канале Фрамоса. Ну, мы ссылочку прикрепим. Да, на канале Фрамоса Парвико, Парвико есть эти видео. Так вот, да, и, собственно говоря, вот уже год, как я являюсь официальным артистом гитар Фрамоса в России. И еще вот один вопрос по твоей конкретной гитаре, да, ну, если даже кто-то из тех, кто нас смотрит, посмотрит на фотографии этой модели в интернете, то они обратят внимание, что у тебя есть еще одна третья ручка. Расскажи о том, что ты сделал с инструментом, как замодил. Дело в том, что мне в какой-то момент потребовалось иметь акустическую гитару для исполнения акустической партии, да, на концерте. Вот, ну, как бы две гитары возить, это, сам понимаешь, да, все-таки не вариант. Вот, я сделал такую штуку, я просто врезал пьезосистему сюда, вот, и, соответственно, вывел отдельную ручку на нее, которая является громкостью. Вот, также она, 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 она отсека... О, я же не то кручу, подождите, где? Вот она, вот она. Вот, а также она, она, она является отсечкой, то есть чуть-чуть изменяет тембр звука. В общем-то, система очень удобная, потому что я могу на концерте в любой момент переключиться на, с звука, с магнитных датчиков на, на пьезу. С помощью вот этого маленького нежного свитча, вот. И что еще удобно, я могу комбинировать два звука, то есть у меня на, с пьезой у меня, соответственно, отдельный выход, да, вот его видно. Упс. У меня, у меня отдельный выход, поэтому очень удобно можно комбинировать звук, если, например, там, в песне требуется одновременно, допустим, акустический час и какая-нибудь жирная гитара, ты можешь, ты можешь одновременно это, как бы, реализовывать, да. Ну, и я так понял, что ты сейчас вот с этим Фрамусом ездишь. Всегда. Все туры, да, то есть это основной рабочий инструмент. Да, 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 именно так, да. А на студии? На студии тоже. Уже не так часто, да, как Fender, и Gibson? Да, не часто. Сейчас, в основном, я все, все работы делаю на нем, любые студии, и то, что касается своего творчества, или, там, вдруг каких-то дополнительных, ну, да, я уже как, использую этот инструмент как основной. Слушай, ну, это, на самом деле, очень здорово, что ты нашел тот инструмент, который тебя во всем устраивает, особенно в работе, да, там, в концертной деятельности, это очень круто, по себе знаю. И вот ты уже год играешь на Фрамусе, ты этот инструмент, я так полагаю, весь досконально изучил, прочувствовал, понял. И мне было бы интересно сейчас тебе дать посмотреть, пощупать вот эту гитарку. Так. Это Фрамус Талисман, именная модель, Вилли Медювали. Это модель у нас из серии Мастер Билд, то есть, по факту, это у нас Кастом Шоп. И я бы хотел, чтобы ты вот сейчас этот инструмент подержал в руках, поиграл на нем, сравнил, может быть, с твоим инструментом, потому что, в принципе, спецификации, они достаточно похожи именно по деревяшке, по электронике. Ну, и было бы интересно услышать твое мнение. Да, было бы интересно сравнить, тем более у меня эта гитара Тим Билд, а если и при этом она звучит классно, а что же будет с Мастер Билд, как же она будет звучать? Ну, это будет уже в следующем ролике, и для того, чтобы его не пропустить, что нужно сделать? Нужно подписаться на канал Мира Музыки и, ну, как минимум поставить лайк, да? Обязательно. Да. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok